Всем привет дорогие друзья с вами сегодня Светлана Гаспарович и добро пожаловать на мой канал Дом Творчества Сегодня я вам покажу мастер-класс как сшить вот такую пышную юбочку Шьется она легко и сшить ее можно совершенно с любой ткани Из трикотажа хлопчатобумажной ткани Данную юбку я сшила из джинсовой ткани Ткани ушло 1 метр И для украшения взяла кружевную ленту 360 см Пояс у меня будет простой на резинке Ширина резинки 2,5 см Итак для пошива юбки я раскроила одну деталь 20 на 90 см Это будет верх юбки Как определить ширину этой детали? Просто нужно к обхвату бедер прибавить 2 см на припуск и примерно 5-7 см на свободу Дальше выкраиваем 2 нижние детали юбки Они тоже будут по 90 см А ширина самой детали будет 9 см И еще выкраиваем 3 рюши 12 на 180 см Либо 6 деталей 12 на 90 см Отлично Выкроили детали Теперь давайте обработаем их Сточаем по боковым срезам и обметаем Так мы сделаем для всех наших деталей А на рюшах мы обметали еще один из длинных срезов Которые теперь мы обработаем швом в подгибку Обработали все 3 рюши И сейчас сделаем сборку по второму срезу Можно кстати и складочки заложить Решайте сами А я просто сделаю сборку И для этого по верхнему срезу Проложу строчку с максимальной длиной стежка И теперь потягивая за нитку Призбариваем нашу ткань До нужной нам длины То есть до длины 90 см Две другие рюши я соединяю сразу с нашим кружевом И так же присбариваю Затем завяжу узелки Чтобы рюша не разошлась И равномерно распределю сборку По всей длине рюши Отлично Когда все готово Начнем собирать нашу юбку Берем верхнюю часть юбки Один край мы будем обрабатывать швом в подгибку И продевать туда резинку А второй край соединять с рюшей И нижней частью юбки Укладываем нашу рюшу лицом к лицу К верхней части юбки Совмещая наши боковые швы А наверх рюшу укладываем нижнюю часть юбки И теперь все скалываем булавками И прошиваем на машинке То же самое мы делаем и с остальными нашими деталями Вторую рюшу укладываем между двумя нижними частями юбки А третью просто пришиваем к срезу нижней части юбки Отлично Кстати, у меня осталась джинсовая ткань от этой юбки Пишите в комментариях, что можно сшить из нее И возможно в ближайших мастер-классах Я вам покажу видео урок, где мы сошьем именно эту вещь Вот такая красота у нас получается Сейчас я выверну, чтобы показать, как все выглядит на изнаночной стороне юбки Как вы видите, все срезы я обметала И теперь у нас все чисто и аккуратно Здесь можно проложить отделочную строчку, если захотите Я этого делать не буду, просто приутюжу припуски и готово Последнее, что нам осталось сделать, это обработать верхний срез юбки Я его вот так подогну, прострочу и вставлю резинку Резинка у меня шириной 2,5 см Но саму кулиску я сделаю чуть больше, 3 см Поставлю метку Это будет ориентир, куда мне делать подкидку Получается 7,5 см И ставим такие метки по всему срезу нашей юбки Подгибаем Закалываем булавками И прошиваем Когда будете прошивать, не забудьте оставить отверстие Через которое мы потом будем просовывать нашу резинку Отлично С помощью булавки вставим резинку А концы резинки прочно-прочно прошьем И теперь, чтобы резинка не перекручивалась в юбке Покажу вам один секрет Поставьте закрепки в нескольких местах по поясу Я сделаю две закрепки, этого будет достаточно По боковым швам Вот и все Наша супер модная, пышная, яркая юбка готова Если вам понравился данный мастер-класс Ставьте лайк И пишите комментарии Также подписывайтесь на канал Чтобы не пропустить новые видео уроки А с вами была Светлана Гаспарович До новых встреч Пока-пока